Из всех оликорнов, что мы встречали, Кейденс — наиболее загадочная. Мы ничего не знаем о её жизни до нынешних дней. Всё, что у нас есть — это несколько твитов и книга. И ничего из этого не было подтверждено по отдельности. Вместо того, чтобы дать хорошую предысторию, прошлые Кейденс только и делали, что скрывали. Или же нет? Что, если я скажу вам, что её история была у нас всегда прямо перед носом? А спонсор данного ролика — школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 — это учреждение дополнительного образования, которое раскроет все ваши способности и таланты. Большинство учеников трудно высидеть на занятиях, неинтересно учиться, нет желания делать уроки, нарушена речь и моторика. Они невнимательны и недисциплинированы. Эти проблемы легко решает школа IQ007. У нас 325 филиалов по стране и СНГ. Больше тысячи квалифицированных специалистов. За 8 лет работы наши курсы успешно окончили 80 000 человек. Программы школы рассчитаны на учеников разных возрастов и уровней подготовки. Авторская методика обучения прошла проверку врачами-педиатрами и рекомендована управлением образования. Мы действительно способны сделать из каждого человека уникальную творческую личность. Вы научитесь считать в уме быстрее калькулятора, а на прочтение «Войны и мира» потратите всего 4 часа. Вы вспомните всю последовательность периодической системы Менделеева, не напрягаясь. Уроки, задания, работа с большим количеством информации доставят только удовольствие и радость. Освободится время на увлечения и хобби. Школа IQ007 обучает по нескольким направлениям. Скорочтение. Скорочтение увеличивает способность быстрого восприятия текста, память, интеллект. После прохождения курсов дети легче осваивают школьную программу. У взрослых нет проблем с изучением сложной литературы. Тренировка памяти с помощью мнемотехники, особого искусства запоминания, удержит в голове 90% текста без потери качества. Выучить китайский язык или последовательность чисел Пи уже не экстремальная задача. Ментальная арифметика позволит мгновенно решать сложные примеры без арифметических действий в уме. После прохождения курсов каждый ощутит себя цезарем, совершая одновременно несколько мыслительных операций. Каллиграфия. Навык красивого письма. В Древнем Китае люди, которые претендовали на высокие должности, обязательно сдавали экзамен по каллиграфии. Зачем? Тренированная рука, тренированный мозг. Каллиграфический почерк развивает терпение, аккуратность, сосредоточенность и эстетическое чувство. Мы гордимся своими выпускниками, которые без труда выигрывают Олимпиады и соревнования. С интересом учатся, читают и развиваются. Хотите идеальное будущее для вас и ваших детей? Приходите в школу IQ007. Итак, мы знаем, что Кейденс может распространять любовь везде, где бы она ни была. Она смогла освободить Шайнинг Армора из-под заклятия Кризалис. Неплохо, да? Но у этой способности есть и обратная сторона. Когда Твайлайт вспоминала свою юность с няней Кейденс, произошло кое-что интересное. Обе проходили мимо пары, ругавшиеся на тему того, стоит ли кобылке делать копытокюр с подружками. Тогда Кейденс вмешалась в перепалку со своим заклятием любви. Безобидненько, да? Но ведь пара не стала относиться уважительнее друг к другу, а просто оставила тему и начала ворковать друг с другом. Это абсолютно никак не помогло им решить проблему. Просто представьте, если бы карта вызвала Кейденс разбираться с проблемой дружбы, она бы просто заставила оппонентов изменить свое поведение и ушла. Именно так она и поступила тут. Разве жеребец объяснил свое недовольство затратами? Кобылка убедила его в важности спадня с друзьями? А она вообще записалась на копытокюр? Эти вопросы не дают мне покоя, и благодаря Кейденс ответ мы не узнаем. Но серьезно, это любовно-морковное нерешение напомнило мне другую историю. Принцесса Аликорн и любовное зелье. Все это звучит несколько знакомо. Если хотим узнать о принцессе любви, то где начать как низня сердец и копыт? Точнее с того, как праздник появился. Согласно Твайлайт, День Сердец и Копыт начался с приворотного зелья. Это и подкинуло метконосцам ту поехавшую идею сварить подобное и угостить им черрили и бигмака. Только позже они узнали конец истории. Изначально зелье было приготовлено принцем, который подарил его возлюбленной принцессе. Они настолько утонули в глазах друг друга, что забыли о своем долге, и королевство, как итог, пришло в упадок. Мы видели, как это же заклятие сработало на Черли и Бигмаке. Грубейшее нарушение свободы воли. Намного хуже, чем в случае с Кейденс, поскольку зачарованная ею пара уже хотя бы была вместе. Но если подумать об этом, то принцип-то один. Оба заклинания вырвали пони из реальности, внушив им щенячью любовь друг к другу. Заметьте, как именно все произошло. Две половинки сердца соединились в одно посередине. Даже начало их действия похоже. Да, зелье из легенды было сильнее, плюс это лишь эликсир, а не заклятие мага. И то только потому, что сделавший его принц не единорог. Но в сущности, это точно та же магия, которая создает крайне странную связь. Особенно, учитывая тот факт, что принцесса в истории изображена Аликорном. Подозрительная деталь, не так ли? Просто не могу отделаться от мысли, что эта легенда как-то связана с Кейденс. Хотя, стоп, а что если Кейденс и есть та самая принцесса Аликорна? Так как мы не знаем ее возраст, да и время действия сказки не указано, противоречий быть не должно. Так что, если Кейденс и была жертвой той любовной отравы, ее королевство трагично пало. И коли так, то кто-то или что-то спасло ее, раз она ведет себя нормально. Возможно, это была Селестия, увидевшая ее страдания, пришедшая на помощь и надолго разделившая их обоих, чтобы заклятие спало. Это бы отлично вписалось в то, что нам известно о Кейденс. И потом Селестия помогла бы ей восстановиться, посоветовав предложить свои услуги няни ученикам в школе для одаренных единорогов. Кейденс поддерживали бы до тех пор, пока та не найдет свою истинную любовь и не будет готова снова занять престол. Звучит логично, но что насчет схожести заклятий? Если все было так, зачем Кейденс использовать магию, схожую с той, что применили на ней? Ну, может, именно потому, что это давало ей иллюзию контроля, поскольку у нее его не было. Ведь сейчас она подобным уже не промышляет, что натолкнуло меня на мысль, что это была зависть, которую она переросла. Это и правда добавляет темных оттенков пони, которую мы успели полюбить, а также болезненное восприятие нападения Кризалис. Ведь Кейденс не впервые видеть, как ее любовь обратили против нее самой. Но это придало огромную значимость ее скорой победе. Кейденс не Мэри Сью, а пони с непростым прошлым, которая искала исцеление. Та, что ищет поддержки у родных и близких. Своим примером она вдохновляет пони, не являясь при этом чересчур идеальной принцессой. И мне это нравится. Конечно, как бы привлекательно не звучала история, я не берусь говорить, что это единственный вариант. Учитывая загадочность Кейденс, возможности для теорий просто море. О них я и поговорю в следующем ролике. Ну а пока, что вы думаете? Кейденс тот самый оликорн из легенды «Одне сердец и копыт». Почему нет или да? Прорассуждайте в комментариях, не забывайте про палец вверх, поделиться и жмакнуть в колокольчик. Если хотите помочь каналу финансово, то заходите на мою страницу на Патреон. Сатут Вейвс. И огромное спасибо всем тем, кто уже это сделал. В особенности моим оликорним Патреоном. И еще раз спасибо всем за поддержку. Благодаря вам этот канал существует. Я Сатут Вейвс. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Брохов.